Обалдел от этой новости, честное слово, дождь признали иностранным агентом. Российский телеканал, зарегистрированный в России. Путевку в жизнь, которому выписал лично Дмитрий Медведев, будучи президентом страны. На тебе, а тебе теперь это СМИ на агент. Причем без суда и следствия в иностранные агенты. Ребята-то записали. Минюст сослался на статью в законе, которая дает ему такое право. Ну, бред же Бредовский. В этой власти, по-моему, крыша течет основательно. Сперва они перессорились со всем миром. Вся планета, теперь для них враги, ага, сейчас вот внутри врагов выявляют. Врагом признается любой, кто не нализывает великому кормчему или его халуям из ядра. Подозреваю, в обозримом будущем мы получим еще примерно 140 миллионов иностранных агентов внутри Российской Федерации. Одни чиновники истинными патриотами останутся. Неважно, что у каждого второго паспорт другого государства. У восьмерых из десяти семьи живут за границей. Иностранные агенты все равно мы с вами. Как надоел этот идиотизм. Начинаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хотя, с другой стороны, я действительно не понимаю оснований, на которых в нашей стране людей или какие-то организации признают иноагентами. Перевеленную сумму денег человеку из-за границы? Ну и что? Мы уже давным-давно живем в цифровом мире, который не имеет никаких границ. Взять тех же брокеров, трейдеров, работающих на фондовом рынке. Они ведь не виноваты, что акции российских компаний нафиг никому не нужны. Что у нас биржи своей нет. Это правительство наше с Единой Россией так отечественную экономику выстроили за 21 год, что вот акции Илона Маска, например, покупаются и продаются в любой дыре. Они нужны всем и каждому. А вот акциями какого-нибудь ВТБ можно только подтереться. Открыть вклад в российском банке? Да это надо быть идиотом. Только дурак может доверить свои накопления банкиру Иванову? Поскольку... А где гарантия, что завтра лавочка Иванова не схлопнется? Да в конце концов, тот же Ютьюб, посредством которого мы с вами общаемся, тоже иностранная площадка. И я бы и рад был перейти на какую-нибудь отечественную платформу. Вот только путинские недотёпы не создали аналогов и не создадут никогда. В лучшем случае разворуют деньги, которые им на это дело выделят и скажут потом, ой, простите, так получилось. Чё, примеров мало, что ли? Пожалуйста, 2011 год Чубайс радостно презентует тогда ещё премьеру Путину российский планшет для школьников, в который уже закачана школьная программа «Бери, сынок, учись!» И то, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам для шестого класса. Причём, ну это не просто комплект учебников, они адаптированы для компьютера с гиперссылками, как положено, и при поддержке Минобразования мы с 1 сентября тысячу таких образцов будем откатывать в несколько... Прошло 10 лет, кто-нибудь из вас этот планшет видел в продаже, например? Может быть, кто-то знает школу, в которой этими предметами активно пользуются? Нет, верно, об этом я и говорю. Мы страна, в которой нет ничего своего, кроме галошек, которые повсеместно пользуются плодами трудов иностранцев. У нас всё импортное. От трусов и зубных счёток до банковских кредитов. Но мы при этом ищем всё время каких-то иностранных агентов. Агентам дождь у них стал, иноагентам. Ага, потому что, видишь ли, перевод из-за границы на их счёт поступил. Ну и хрен бы с ним. Дождь – это коммерческий платный телеканал, продающий подписку. И нет ничего удивительного в том, что у ребят существуют зрители, в том числе там, за бугром. Ну или будьте тогда последовательны. Признайте иностранными агентами «Газпром» и «Роснефть». Они же углеводороды за бугор продают. Соответственно, деньги оттуда получают. Признайте иностранным агентам первый канал. Я вот видел на медней рекламный ролик у них. Кока-колы. Или как обычно. Честно, вот как по мне, ребятишек уже на предмет психического здоровья. Давно проверить пора. Уверен, там две трети идиоты. Они огромной страной управляют. Это реальная журналистика в стране дураков. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Про инициативу Хинштейна слышали? Не слышали? Тогда рассказываю. Человек подготовил законодательную инициативу по, внимание, запрету въезда в нашу страну русофобам. Я когда текст этой новости прочитал, у меня глаз задергался. Кому они хотят запретить въезд в страну? Русофобам. Это что, нация какая-то? Или имя собственное что? Вы знаете, кого-то, у кого в паспорте написано русофоб. Вообще, какими должны быть критерии определения той самой русофобии у данного термина? Есть, может быть, юридическое определение какое-нибудь. Вот у термина вор такое определение имеется. И вором человека могут признать по суду, а могут и не признать. Поскольку у гражданина есть возможность доказать, что это не так, оперируя юридическими терминами. Повторюсь, четкая трактовка определения вора прописана в нормативно-правовых актах. А с русофобами Хинштейн как предлагает определяться? Русофобам будет признаваться тот, кого лично Хинштейн сочтет русофобам. Так же, как вот сейчас они ярлыки на агентов, кому попало, навешивают. Да, без суда и следствия. Вы серьезно? А что, так можно было, что ли? А впрочем, Хинштейн еще не самый глупый депутат в Думе и вообще чаще мужчина. Все-таки в адеквате пребывает, чего не скажешь о его коллеге по фамилии Мукобенова. Наметни, мадам, такое выдало своим ртом, когда клоуны там в очередной раз поднимали тему возможного запрета Google на территории РФ. Цитата. Я не считаю, что без Google наши граждане не смогут. Лично я редко им пользуюсь. Яндекс справляется. Все бы ничего. Ну сказала баба-глупость, подумаешь, если бы не одно но. В Госдуме баба работает на позиции заместителя председателя комитета по информационной политике и информационным технологиям. То есть зам предом профильного комитета тетенька трудится зарплату, мы за это ей уже 14 лет платим, но она даже не в курсах. Что Google это не только поисковая система, что Google это еще и Android, YouTube, Play Market, онлайн документы, платежные системы и так далее, и так далее, и так далее. 80% не ошибусь, если скажу 80% цифрового мира завязано на том гугле, она еще раз 14 лет в Госдуме вопросами цифры занимается и не знает элементарных вещей. В какое, блин, светлое будущее нас приведут такие бездари. Они же непрофессиональные, глупые, бравируют этим. Впрочем, если бы на весь парламент одна такая мукобенова была, ну нет, таких мукобеновых каждый второй. Вот, кстати, пожалуйста, еще одного на одного кадра гляньте. Тоже депутатом хочет стать и вести страну в прекрасное далеко. Спортсмен заболотный, возможный лидер списка ядра на выборах в Калининградское областное ЗАГС собрание. Слушайте. Вы спросите, от какой партии я иду? Я иду от партии «Единая Россия». Да, знаю. В Калининградском регионе очень много нехороших людей, которые состоят в этой партии. Это и педофилы, и кокаиновые ноздри, заднеприводные и всякая нечисть, которые зашли туда, чтобы обворовывать наши с вами карманы и защищать свой бизнес. Друзья, меня там никто не ждет, меня даже не приглашают на собрание, меня давно списали, и поэтому мне нужна ваша поддержка. У меня только один вопрос. «Единая Россия» всех дураков в стране под свои знамена собралась объединить. Представляете, вот это чудо получит депутатский мандат и начнет законы писать, принимать караул. Вот воистину, как в том фильме «Обитель проклятых», где власть в психушке, захватили психи. Только там-то кино было. А у нас, похоже, в реале происходит. Ну и чтобы вам совсем не скучно было, изюминку на идиотский тортик подкину. Ректор Петербургского гуманитарного университета профсоюзов предложил не выдавать дипломы студентам, которые не привились от коронавируса. Представляете, уровень маразма. «Научный работник предлагает не давать дипломы ни дебилам-двоечникам, ни бездельникам, ни даже раздолбаем, а тем, у кого нет прививки». Объясните мне тупому, как одно с другим связано? А может быть, этот парень – будущий Королев? Или будущий Мичурин? Будущий Менделеев, Ломоносов, Пушкин, а мы его в грузчики, так как не шернулся шмурдяком? У нас и так, блин, проблемы с кадрами, куда ни сунься, даже в Госдуме дураки сидят и выше рассказал. Да и ректор этот небольшого ума раз такую херь предлагает. Вот начали, да, сегодняшний выпуск с разговоров о врагах, так вот они. Настоящие враги, их даже искать не надо. Человек чуть ли не прямым текстом говорит, России нужны идиоты. Мы хотим уничтожить страну, потому что, ой, как же меня достали эти мерзавцы, которые превращают мою родину в очередное Сомали. Все, переваривайте, это была реальная журналистика сегодня вот так. Да, у нас наконец появился свой телеграм-канал, ссылку оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Кстати, ищем модераторов для канала, пишите в личку, если возникнет желание. В остальных соцсетях тоже жду, друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим, а я за Сим спешу откланяться, пока. Пока!